Французский регион Овернь Рона-Альпы Организует гуманитарную колонну для Арцаха Об этом сообщил руководитель региона Лоран Вокен По словам Вокен, колонна будет организована совместно с армянскими организациями Франции Под флагом региона Овернь Рона-Альпы Она подойдет к Лачинскому коридору И мы потребуем, чтобы азербайджанцы ее пропустили Либо колонна проедет, и мы откроем небольшую дверь надежды Либо не проедет И это даст нам повод европейскими организациями определить свой императив действий Подчеркнул Лоран Вокен Азербайджанские оккупанты сегодня подожгли лес в Карвачаре Пора псевдоэкологам, которые бездельничают на дороге горе Степанакерт Заняться делом по своему прямому назначению Ассамблея Калифорнии безоговорочно приняла резолюцию, осуждающую блокаду Арцаха со стороны Азербайджана За утверждение документа проголосовали 59 законодателей, против – ноль Резолюция была представлена в парламент штата членом Ассамблеи Крисом Холденом С целью подтвердить признание Калифорнии права Арцаха на самоопределение И призвать администрацию Байдена оказать чрезвычайную гуманитарную помощь армянам Арцаха В документе также содержится призыв к администрации Байдена Привлечь Азербайджан к ответственности за свою агрессию Введя ограничения на военную помощь Баку по статье 907 Новым послом Ирана в Армении станет Мехди Субхани Ранее он возглавлял дипломатическое представительство Ирии в Сирии Действующий посол Аббас Бадашхан Захури работает в Армении с 2020 года По всей вероятности, новый посол Ирана назначается с одобрения Верховного командования Ксир Что свидетельствует об изменении южнокавказской политики Ирана Южнокавказ становится еще одной точкой военного, политического и экономического противостояния с Израилем Командующий сухопутными войсками армии Исламской республики Иран Киомарс Хейдари заявил вчера В Азербайджане присутствуют израильские силы Во время войны 2020 года Азербайджан использовал террористов ИГИЛ, переброшенных из Сирии И они все еще находятся на территории Азербайджана Иран не позволит изменений государственных границ в регионе Вчера в Баку прошла антиправительственная акция с требованием отставки Алиева и освобождения политических заключенных Акция была жестко разогнана в течение нескольких минут Всего в ней приняло участие около сотни смельчаков, среди которых больше половины были женщины А вот так алиевская полиция проводит обыски в домах сельчан с применением крайней жестокости к женщине на видео Как видим из обоих сюжетов в Азербайджане нет прав женщин Просьба обратить внимание всех правозащитных организаций мира защитить бедных женщин в Азербайджане Рассказывает на весь мир оппозиционно-азербайджанский активист Сулейман Сулейман Ли, скрывающийся от режима Алиева в Европе В парламенте Армении произошла драка между представителем оппозиции и правящей партии Инцидент случился между депутатом от фракции Армения, мэром Саакяном и председателем комиссии по государственно-правовым вопросам от гражданского договора Владимиром Вартаняном Предлагаем обоим депутатам не позорить армянский парламент и подать в отставку На этих кадрах мы видим, как азербайджанские оккупанты укрепляются возле села Тех на суверенной территории Армении Хотелось бы услышать от правительства и силовых структур Армении внятного объяснения происходящего Дорога на Верхний Ларс Дорога связывающая Армению с Россией В частности, в прошлом году из-за наплыва релакантов из России в Армению и Грузию на дороге были многокилометровые пробки А с обеих сторон стояли тысячи машин Армянские фуры вынуждены были простаивать с товаром месяцами Теперь проблема Верхнего Ларса будет решена с реализацией масштабного грузинского проекта Строительство тоннеля Квешетти-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы активно продолжается По последним данным прорыто уже 5 из 9 километров Завершение проекта планируется уже к 2024 году Таким образом, строительство тоннеля на военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию Позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями и неделями в пути к КПП Верхний Ларс В настоящее время наблюдается активизация представителей логистического бизнеса нашей страны Которые с нетерпением ждут завершения строительства тоннеля Квешетти-Коби Армянские предприниматели, в том числе и ранее незамеченные в этом виде деятельности Закупают большегрузы в надежде заняться перевозками в условиях, не отягощенных непредсказуемыми погодными условиями В Армении четыре сестры создали бренд Тейник Ти Который предлагает ароматный и полезный чай из дикорастущих местных трав На территории Армении растет более 2500 видов лекарственных растений и трав В народной медицине в основном используется около 300 Сестры, выросшие в Абаране Арагацотской области Армении Более двух лет назад решили возродить старинные рецепты бабушкиного чая Из дикорастущих горных трав и цветов Основная цель создания бренда Тейник заключается в том, чтобы познакомить мир с травяными чаями Армении Эта идея пришла из далекого прошлого, от наших бабушек, которые использовали чай Не просто как вкусный, а также как целебный напиток Мы с детства часто ходили на горные восхождения и собирали травы, из которых позже готовили чай Это наше хобби, и мы решили превратить его в бизнес Главный секрет старинного чая – готовить его только вручную из трав, собранных высоко в горах Сестры шахбазян заготавливают составляющие лета От бабушки сестрам досталось десяток рецептов На каждый сбор сестры получили документы Сестры решили также дополнить бабушкиный настоек кусочками сухофруктов, диких плодов Получилось ароматно и красиво Также сестры, кроме чая, предлагают домашний мед и дикую голубику, которая растет в горах Армении В будущем компания Тейник Ти планирует выйти на международный рынок 25 марта в Бербанке, США официально был запущен проект «Армянский бизнес-уголок» Отныне на американском рынке будут представлены 20 армянских компаний и 16 услуг С точки зрения международной бизнес-интеграции, эта инициатива станет решающим шагом для армянских компаний, принеся пользу и экономике Армении Команда проекта уже провела переговоры с крупными американскими сетями, готовыми принимать армянскую продукцию Посол Армении обсудил с губернатором Краснодарского края вопросы сотрудничества Краснодарский край имеет для Армении особое значение, учитывая наличие большой армянской общины в регионе Вагаршак Арутюнян на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым Обсудил перспективы развития армяно-российских межрегиональных отношений Арутюнян отметил особую значимость Краснодарского края, подчеркнув, что у Армении давно уже сформировались дружеские отношения с регионом Отдельно была подчеркнута роль армянской общины региона в развитии партнерства В свою очередь губернатор выразил готовность содействовать укреплению отношений Краснодарского края с регионами Армении В ходе беседы стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества, в том числе в торгово-экономических, транспортных, гуманитарных и образовательных областях В Ереване начнут сажать деревья тех же видов, что были удалены или утрачены В столичном районе Кентрон на проспекте Баграмяна компания озеленения и охрана окружающей среды совместно с районной администрацией собирается удалять пни и замещать их дубами Производится замена старых и деформированных деревьев молодыми и ценными породами В условиях блокады для организации повседневной жизни и развлечения молодежи Действующий прифронт Арцахи Молодежный клуб Биккор организовал фестиваль игр, который мы сегодня попытаемся осветить Действующий прифронт Арцахи Молодежный клуб Биккор уже успел заслужить любовь молодежи Арцаха И каждую неделю стараются придумать новую программу, чтобы сделать День молодежи праздником На этой неделе члены молодежного клуба Биккор объединили молодежь Арцаха, организовав фестиваль игр в Туманяс Артхаус Целью мероприятия было попытаться отвлечь молодых людей от повседневных забот и на мгновение перенести их в безоподное детство, связанное с веселыми играми Им это удалось. Около ста молодых людей, знающих и не знающих друг друга, провели вместе незабываемый день, заводя новые знакомства Сегодня мы организовали фестиваль игр, где люди, даже не знающие друг друга, разделятся на команды и будут иметь возможность сыграть в разные игры В условиях блокады каждое мероприятие имеет большое значение, так как люди находятся в депрессии, поэтому им необходимы какие-либо события, чтобы сделать свои будни интереснее Организованное мероприятие носит тот же характер – собрать людей, отвлечься от повседневных забот В ходе мероприятия каждый участник выбрал ленточку своего любимого цвета, после чего они были разделены на команды в соответствии с цветом ленточки Все команды заняли свои места, а члены молодежного клуба Биккор принялись объяснять правила игры Во время мероприятия каждая группа делилась на две команды и каждые 15 минут играла в своей кабинке и менял ее, соответственно меняя игры Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами 30 марта госминистра Республики Арцах Гурген Нерсисян вместе с членами Совета Русской общины НКР во главе с Александром Бордовым посетили бывший кинотеатр России в Степанакерте В скором времени должна начаться реконструкция данного объекта, в котором будет находиться Дом русской культуры Эта инициатива Русской общины НКР ранее была поддержана президентом Арцаха Арайком Арутиняном Проектные работы по реконструкции объекта в данное время находятся в завершающей стадии Дом русской культуры будет включать в себя православную часовню, Степанакерский русский драматический театр, образовательный центр с углубленным изучением русского языка, музей русско-армянской дружбы, кинотеатр, библиотеку, конференц-зал, кафетерии и представительство Русской общины НКР Исполняющий обязанности министра градостроительства Азат Ампарцумян ознакомил госминистра с планом реконструкции объекта Александр Бордов отметил, что Дом русской культуры изменит не только жизнь Степанакерта, но и всего Нагорного Карабаха Будет способствовать повышению уровня образования и культуры, укреплению и развитию русско-армянских связей Советник президента Арцаха, координатор по развитию российско-арцахских связей Владимир Григорян выразил надежду, что Дом русской культуры станет одним из центров культурной жизни республики и возьмет на себя объединительную миссию, столь необходимую для арцахского общества Анна Амруян завоевала бронзу на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике Сборная Армении заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы по пауэрлифтингу по версии ХРС, проведенного в городе Седльце, Польша Армянская сборная завоевала четыре золотых медали в Трейборье Армянский баскетбольный клуб Вагни Сити стал победителем второго розыгрыша регулярного чемпионата Кавказской лиги, сообщает Федерация баскетбола Армении В финале армянские баскетболисты победили грузинский Олимпий Тбилиси 84-75 Погода на выходные Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова